Поэтому говорят о творении. Итак, в конце 20-го, начале 21-го веков особая популярность приобрела концепция внеземного происхождения человека, и сегодня она получает все больше научных доказательств. Например, травматологи заметили, что люди, единственные из всех живущих на Земле существ, ломают конечности на ровном месте. Ведь никто не видел, чтобы кошка или собака, поскользнувшись на льду, сломали себе лапы. Это может означать только одно – человек не привык к нормальной земной силе тяжести, считают исследователи. Тогда, возможно, людям более привычно другая, меньшая по массе планета. Специалисты из Института медико-биологических проблем РАМ ставили эксперименты по изучению биоритмов растений и животных в условиях полной изоляции. У всех, кроме людей, сохранялась полная синхронизация с 24-часовым суточным ритмом родной планеты. В простейшем варианте теория внешнего вмешательства – люди являются прямыми потомками инопланетян, высадившихся на Землю в доисторическое время. Однако есть и более сложные варианты этой версии. Среди них – скрещивание представителей иных планет с предками людей, рождение человека разумного методами генной инженерии, эволюционное развитие земной жизни и разума, по программе, изначально заложенной внеземным сверхразумом. В этой связи упоминаются цивилизации с планетной системой Сириуса и созвездия весов, скорпионы и девы, как прародители или производители землян. Многие исследователи подчеркивают, что земляне – плод неудавшихся экспериментов. Я бы не сказала, что это прям радужная такая теория, не хочется, наверное, быть плодом неудавшихся экспериментов. Почему все-таки теория космизма такое огромное количество людей, последователей приобрела и стала популярной на сегодняшний день? Во-первых, действительно, там очень много модификаций. Я бы не назвал, что очень многие из этих направлений я не назвал бы даже теориями. Это так. Теория – это когда не просто гипотеза, не просто идея, а действительно выстроенная логическая цепочка, имеющая какие-то действительно подтверждения, на что-то опирающиеся. Просто высказать идею мало. Когда говорят, вот Сириуса. Спрашиваю, а почему Сириуса, с чего вы так решили? А мне вот было откровение. Но это не теория. Это так, просто, ни на чем не базирующаяся идея. Если мы говорим о теориях, то на самом деле более-менее глобальные, там их все буквально несколько штук, это прямые потомки богов, деградировавших некогда, то есть инопланетные цивилизации. И второй вариант – это гибрид. Значит, если опираться на то, что, смотреть первую версию, что вы прямые потомки инопланетян, возникает вопрос, а тогда почему человек имеет столько много общего со всем животным миром на Земле? Тогда просто логично дальше продолжать эту теорию, говорить, что вообще вся жизнь на Земле посеяна какой-то другой цивилизацией, и вот она, собственно, здесь и существует на планете. Тогда возникает вопрос, зачем деградировать той цивилизации? Смысла нет. Ну вот как неудавшийся эксперимент, и всех сослали на Землю. Нет, а тогда животные откуда взялись? Ну, не только человек, но, наверное, все остальные живые существа. Ну, все остальные, потому что, что это за гибрид. Мы поступаем просто в области, опять же, фантазии. Это называется, а как это проверить? Это невозможно проверить, да? Другое дело, что, опять же, мы должны опираться хоть на что-то. Значит, если мы возьмем древние легенды и предания, и посмотрим варианты там, да? То, как я уже говорил про шумеров. Шумеры – единственный, на самом деле, известный нам источник, который описывает процесс творения достаточно подробно. И очень подробно. Детально, буквально. Более того, там даже пишутся цели, для чего создаются. То есть, да, не очень приятно, но человек создавался в качестве раба, в качестве слуги. Вот то, что переключал Ветхий Завет – раб Божий. Вот прямое, это прямое от шумеров идет. Создавался он для того, чтобы богам некой инопланетной цивилизации не надо было трудиться на Земле. Так и написано на Земле. Они сюда попали. Попали, там, у них, у шумеров, есть совершенно четкое предание, в котором описывается, начинается описание жизни богов еще на другой планете. И там описывается совершенно простейшая, как бы, ситуация, нам понятная логически. Я описываю, который согласуется, на самом деле, с очень многими данными, когда начинаешь поднимать там древние артефакты. Что вот на другой планете был некий, скажем так, предстоятель царского рода, не имевший прямых прав на трон, но захвативший этот трон. Через какое-то время это узурпатора скидывают, сторонники законного, скажем так, монарха. И он вынужден бежать, чтобы, просто чтобы его банально не казнили. С кем он бежит? Он бежит с обычными царедворцами. Значит, ну, с экипажем, там, скажем, какого-то звездолета. Ну, и с ограниченным количеством слуг. Бежит туда, где их не планируют искать. На какую-то, вот то, что называется свержением с небесное в ад, да, в кромешне. То есть, на планету с не очень благоприятными условиями. Они вынуждены как-то выживать, они вынуждены питаться местной пищей, они вынуждены себя обеспечивать, там, всем необходимым. А трудиться-то они не привыкли. Экипаж звездного корабля, это, извините, не пахаре. Царедворцы-то тоже не пахаре, да. Вот, собственно, через какое-то время у тех, кого послали трудиться, возникает желание сбунтоваться, они сбунтовались. И тогда, в общем, боги принимают решение создать человека. И дальше вот идет то, что я говорил, что берут местную заготовку, потому что она уже была. Я условно это называю говорящей мартышкой. Это может быть, например, неандерталец. То есть сейчас уже говорят о том, что неандерталец имел культы религиозные, скажем, предшествующие религиозным. То есть некоторые описывают культ медведя, например. Можно сомневаться в этом, нет, но, по крайней мере, это достаточно высокоорганизованное существо с определенными социальными отношениями. То есть это не шимпанзе? Нет, не шимпанзе, нет. И, ну, например, как вариант неандерталец. Ну, может быть, другое какое-то там, скажем, предкарманьонис. Там существует несколько разновидностей. Взяли заготовку. Чем-то она их не удовлетворяла. То есть не хотел, наверное, работать. По падению неандертальца заставь на себя работать, да? Вот. Другое дело, что, ну, то есть, он должен повиноваться каким-то образом, потому что силы его не застаешь. Но он должен обладать определенными знаниями, способностями к получению знаний. Возможно, и это требовалось, да? Вот. И делается то, что на самом деле очень сильно перекликается с нашими генетическими экспериментами. То есть буквально по текстам взяли суть от обезьяны, взяли суть, это говорящие мартышки, да? Взяли суть от Бога, перемешали. Причем от главаря сбунтовавшихся мятежников. Вот. Перемешали все это дело. Дальше провели несколько экспериментов. Получали кучу неудобных, в смысле неправильных вариантов. Причем мы находим отголоски. То есть сначала быстро помирал овечка доля, которая резко начала стариться после генетических, и померла, да? Бедолашка. Значит, второй вариант. Получались всякие уроды, монстры. В свое время институт генетики у нас проводил эксперименты такие, что там, например, у лягушек появлялись глаза на спине, там пятые, шестые лапы, там и так далее. То есть получались самые натуральные монстры. Мы видим, что это можно получать действительно. Потом появлялось существо, не способное к продолжению рода. Из них это банальный результат при скрещивании видов. Это мы наблюдаем постоянно и вокруг. Значит, там, то не держался моча, то еще какие-то дефекты, то говорить не мог. Потом, в конце концов, создали. Создали удачный экземпляр, который удовлетворял. Что дальше делается? Дальше созывается там с десяток богинь. Делается вот, как бы, грубо говоря, сразу несколько оплодоверенных яйцеклеток. Вот отщипнули от этой сущности вот с десяток кусочков. Имплантировали, они вынашивали плод. Фактически мы имеем дело с суррогатным материстом. С искусственным оплодоверением с суррогатным материстом. С чего древним шумерам описывать современные генетические эксперименты? Вот откуда у них такое знание могло появиться? Да, они это знание получили от тех же самых богов. Им просто рассказали, как их действительно произвели на свете. То есть мы пересечения получаем колоссальное количество. И подтверждаемые на уровне генов. То, что я говорил, у нас какая-то часть ДНК непонятно за что отвечает. Да, вот мы имеем странности, не стыкующиеся с точки зрения эволюции. Мы имеем тоже митохондриальную ЕУ. Как я говорил, там 20 особей. От 20 до 10 вообще один шаг остался. Вот они, 10 суррогатных матерей. Богинь. Значит, что мы еще имеем по пересечениям? Например, грубо говоря, что мы будем видеть в результате эволюции, когда произошла какая-то мутация? Будем мы видеть изменения в генах. Что мы будем видеть при таком, что нам описывает шумер? Мы будем видеть изменения в генах. То есть для нас последствия будут неразличимы. Да, мы видим, что произошла мутация. Но по какой причине? Естественный или неестественный, или искусственный? Мы определить просто не можем. Точно так же после наших генетических экспериментов, скажем, останется какие-то модифицированные растения или животные и так далее. То есть эволюция есть, эволюция отслеживается. Но в нее было стороннее вмешательство. Вот то, что нам и описывают и шумерские мифы, и то, что мы реально сейчас можем находить подтверждение современной науки, современных научных достижений. А можно как-то выяснить, все-таки, с какой планеты? Откуда предки? Ну, по крайней мере, как я считаю, мне удалось какие-то вещи определить с точки зрения характеристик этой планеты. То есть, например, есть предание про голубую кровь. Есть голубая кровь у тех же осьминогов, например. Это кровь, когда в основе не железа, а в основе медь. И тогда получается голубая кровь. Не гемоглобин, а гемоцианин, так называемый. И очень много тогда по биохимии все срастается. Почему боги посадили людей на зерновое сельское хозяйство? Потому что богам нужны были растения, обогащенные медью и объединенные железом. А именно зерновые обладают таким набором. Почему боги очень многое пили? Потому что гемоцианин хуже справляется с выводом излишков углекислого газа из организма. А легкие алкогольные напитки помогают нейтрализовать, привести в норму кислотно-щелочный баланс крови. А дальше уже по этому составу можно какие-то уже условия на планете прикидывать. Но там на самом деле вылилось почти в целую книжку. Но конкретную планету, конкретную звезду назвать пока боги нам сами не скажут, в общем, невозможно. Ну, здесь вот в этой теории, наверное, можно говорить о каких-то пересечениях с религиозной теорией. Потому что действительно для тех людей, наверное, как вы говорите, это были боги действительно. Но если говорить не о креационистской, а просто вообще о божественной. Тут просто мы привыкли к религии относить все, что говорит о богах. А на самом деле, если мы посмотрим те же легенды и предания, что считалось религией? Конкретный бог заключал, грубо говоря, соглашение с людьми уже, вот те религии, по крайней мере, которые дошли до нас, что люди обязуются делать то-то, то-то и то-то. Кстати, это в Ветхом Завете прописано точно так же. Очень подробно, какие жертвы когда приносить, по какому случаю, по каким обязательствам. Взамен за это бог обязуется не обижать, помогать и так далее. Просто взаимоотношения людей и неких представителей другой цивилизации. Это не было религией, как в нашем понимании. Это было просто соблюдение определенных обязательств, работа, определенная там барщина, скажем, на бога. Были некий клан, который обслуживал непосредственно богов, имел право с ними общаться, это клан жречества, который уже, собственно говоря, организовывал вот это служение вокруг того же храма. Что такое храм? Храм – это дом бога в древнем понимании. Вот бог там жил, его обслуживала прислуга. Потом, когда эта цивилизация отказалась от прямого вмешательства в земные дела, непосредственного присутствия, даже речество осталось. Осталась вся вот эта вот система. Мы ее просто привыкли воспринимать как построенную на фантазиях, а на самом-то деле она построена была на реальных событиях, вся эта система. А есть какие-то подводные камни в этой теме?